МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внутренних дел Рихард Козловскис и благосостояние Олдесауглис – главы тех ведомств, которые отвечают за физическую и моральную безопасность латвийцев. Как бы суммируя, это индексация пенсий, утверждение программы для Еврофонда. И мы начинаем как первая страна переговоры в Евросоюзе насчет фондов. Идет расследование трагедии Золотуды, и будет очень быстро представлено решение насчет Рижского замка. Президент Андрей Сберзинч пока не дал оценку работе правительства Страуима, но похвалил министров за прагматичный подход к работе. «Пока сложно оценивать работы правительства, но исходя из моего опыта и встреч с министрами, представителями самоуправления, предпринимателями и учеными, я бы дал сдержанно позитивную оценку», – сказал глава государства. В качестве положительных моментов он назвал планирование средств из фондов ЕС и борьбу с так называемыми легальными наркотиками. Говоря о еще не решенных задачах, Берзинч упомянул регулирование строительной отрасли и зарплаты педагогов. По мнению президента, в работе правительства пока незаметно приближение выборов. Между тем, как считает политический обозреватель экс-депута ЦАЭМа Юрий Соколовский, главная задача правительства Страуима – именно сдерживать чрезмерно провокационные предвыборные акции партнеров по коалиции. Задача главного правительства госпожи Страуима – это дожить до выборов. Много от этого правительства не ждут, потому что правительство, которое формируется за несколько месяцев до выборов, это такая своеобразная хромая утка. И главная задача – не развалить за несколько месяцев перед выборами. Кроме того, у них очень серьезная проблема – надвигающиеся выборы. Все партнеры по коалиции хотят выпендриться, поэтому появляются достаточно противоречивые и зачастую популистические предложения. Поэтому еще одна задача кабинета министра госпожи Страуима – это подавлять вот эти особо яркие пополновения в сторону популизма. Пока за эти сто дней можно сказать, что госпожа Страуима достаточно справляется с этой скромной задачей, но и, собственно, других больших задач перед ее правительством не стоит. Политика без острых углов. Так, первые сто дней работы правительства Страуима оценил политолог Уэрс Кудра. По его мнению, премьеру удается проводить компромиссную политику, однако ситуация на Украине может этому помешать. В пятницу 25 апреля премьер-министр Латвии Лаймдета Страуима встретила со своим эстонским коллегой Таави Рыевасом, который только недавно вступил в должность. В ходе двусторонней встречи в сторону обсудили ситуацию на востоке Украины, обретение энергетической независимости и сотрудничества между балтийскими странами в области образования и науки. Об этом Лаймдета Страуима сообщила на специально созванной пресс-конференции в кабинете министров. Мы обсудили ситуацию на востоке и нашу реакцию на происходящее. Обе стороны согласны, что, несомненно, это повлияет на наши страны экономически, но при эскалации ситуации независимость будет стоить дороже, чем небольшие изменения в нашем народном хозяйстве. Также мы обсудили вопрос энергетической независимости, согласовали вопрос обеспечения газовой и электрической независимости, а также рассмотрели возможные альтернативные пути получения энергии. Премьер-министр Эстонии Таави Рыевас отметил, что возведение третьей линии передачи между энергосистемами Эстонии и Латвии может снизить цену на электричество для латвийцев. Мы обсудили газовое соединение между нашими странами. Важно, чтобы газопроводы были соединены с Северной и Южной Европой. Также нужно строить дополнительные магистрали голубого топлива. То же самое относится и к поставкам электричества. Существует проект увеличения емкости эстонско-латвийских межсоединений посредством возведения третьей линии передачи между энергосистемами Эстонии и Латвии. Это может не только обеспечить странам энергетическую независимость, но и снизить цену электроэнергии для латвийцев. Уже в мае мы ждем промежуточного решения Еврокомиссии по этому вопросу. Добавлю по словам главы гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминика Рестори. Еврокомиссия считает возможным присоединение «Газпрома» к трехсторонним переговорам о реверсе газа на Украину с участием Еврокомиссии и Словакии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова НАТО на этой неделе сообщит о следующих шагах по усилению обороны Балтия, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». По имеющимся в распоряжении издания данным, вначале планируется мероприятие небольшого масштаба, которое призвано символически подтвердить готовность блока оборонять государство Балтийского моря. Часть населения Латвии имеет неверное представление о размещении баз НАТО в стране. Такое мнение в эфире «Радио Балтком» высказал экс-министр обороны, а ныне депутат САЭМа Артис Пабрикс. Вместе с тем он не сомневается в необходимости присутствия солдат НАТО в Латвии. Традиционно из базы мы понимаем большое учреждение, где находится много американских или каких-то других солдат. Там есть свои школы, госпитали, еще что-то такое, например, как в Германии. То такого в Латвии в ближайшее время все равно не будет. Третье, я не знаю, если здесь кто-то будет, будут здесь ли американцы, немцы, норвежцы, датчане и еще кто-то. То, что нам надо и то, что я хочу тоже как политик, как гражданин Латвии, скажем так, я одобряю это, я думаю, что мы должны здесь побольше видеть других солдат из солидарных нам государств. То есть на учебах. Почему политически? Ну, потому что все-таки два месяца назад мы, наверное, не могли себе представить, что Россия будет переходить границу Украины и аннектирует Крым или что-то какие-то области. НАТО уже ранее объявило о том, что в ближайшее время в Балтийское море будут направлены пять кораблей, которые войдут в подразделение быстрого реагирования. Страны Альянса намерены усилить патрулирование воздушного пространства Балтии, направив в регион дополнительные самолеты. Также обсуждается идея создания в Балтии еще одной базы НАТО. Рота воздушных десантников армии США, прибывшая в Латвию для участия в военных учениях, задержится на территории страны как минимум до конца 2014 года, сообщает посольство США в Латвии. Новое учение – часть расширенного присутствия американских военных подразделений в Балтии и Польше. Увеличением своего присутствия в Латвии США подтверждает союзникам свою поддержку и готовность к любым непредвиденным обстоятельствам. Как уже сообщалось, США направят для участия в маневрах на территории стран Балтии и Польши 600 военнослужащих. В среду 150 десантников 173-й десантной бригады, базирующейся в Италии, прибывают в Польшу. В четверг в страны Балтии будет направлено еще 450 солдат. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Карли Сейхенбаум заявил, что в Латвии в учениях примут участие 150 американских десантников. В ближайшее время Латвия направит в Центрально-Африканскую республику от 30 до 40 миротворцев. Об этом заявил министр обороны Раймонд Вейюнис. Военное ведомство разработало и направило на согласование проект соответствующего решения. В скором времени его рассмотрит правительство и Сейм. В конце апреля и начале мая своих солдат в Центрально-Африканскую республику отправит целый ряд стран Евросоюза. В Министерстве обороны прогнозируют, что латвийские силы прибудут в горячую точку в конце мая или начале июня. Как уже сообщалось, для обеспечения нормального выполнения миссии латвийским военным требуется адекватный транспорт. И хотя пока Латвия не закупила новую бронетехнику, министерство работает над решением транспортного вопроса. Латвийские солдаты в Центрально-Африканской республике будут охранять аэродром, чтобы обеспечить безопасные поставки гуманитарной помощи. В боевых операциях они участвовать не будут. Всего Евросоюз направит в Африку тысячу солдат. Латвия разрабатывает план помощи Украине, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Карлос Эйхенбаумс. Он отметил, что во время визита госсекретаря МИД Латвии Андрея Пелдеговича на Украину стороны обговорили варианты помощи. Одним из таких вариантов может стать обмен опыта между Латвией и Украиной. О конкретных видах помощи говорить рано, поскольку план о ее предоставлении находится на стадии разработки. Эйхенбаумс также не отрицает, что на Украину могут отправиться латвийские эксперты. Латвийские производители получили шанс занять опустевшие из-за кризиса полки в российских и украинских магазинах. Такое мнение в интервью программе «Разворот» на радиоболтком высказал коммерческий директор предприятия «Латвия с балзом» Свалтер Скажи. Мы рассматриваем введение нескольких новых продуктов на рынок России. И что касается полок, то я думаю, что это сигнал, с которым я соглашусь. Я тоже заметил то же самое в России и на Украине тоже. Это отличная возможность для латвийских производителей. Надо занять эту свободную нишу, пока некоторые соседи спорят, дерутся между собой. Это больше европейские производители полки опустошили? Нет, в основном, я думаю, что это касается именно отношений между Украиной и Россией. Украинские товары как-то пропали, в том числе и водка, и довольно известные шоколады больших украинских производителей. И по другую сторону, на Украине то же самое. По словам коммерческого директора, «Латвия с балзом» пока не ощутил на себе негативное влияние российско-украинского кризиса. По делу о пожаре в Рижском замке подозревается три человека, которые проводили работы на объекте и несли ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности. Об этом сообщил журналист, начальник криминальной полиции Андрей Гришин, отметив, что в замке проводились огнеопасные строительные работы, которые были недопустимы. Неумышленная порча имущества инкриминируется человеку, который провел работы. Пожары небезопасные, огнеопасные, а и двое должностных лиц, от юридических лиц, которые належащим образом на нем провели надзор, контроль, и в том числе их действия не соответствовали нормативным актам. Добавлю, ранее латвийское телевидение сообщило, что пожар возник из-за халатности строителей. Днем перед пожаром они разрезали на чердаке над праздничным залом старые вентиляционные трубы, и искра вызвала возгорание, но строители его погасили при помощи огнетушителей. Согласно нормативам, за местом возгорания в течение 24 часов должно было вестись наблюдение, но никто этого не сделал. Торговля с пайсами приравнена к торговле героином. Об этом в эфире Радио Болтком рассказал глава государственной полиции Инскюзис. По его словам, после введения поправок к закону, согласно которым торговцев с пайсами можно привлекать к уголовной ответственности, полиция борется с этими психоактивными веществами точно так же, как с распространением тяжелых наркотиков. Больше недели прошло, как это введение. Конечно, мы смотрим, что происходит на этом рынке, так же самое мы продолжаем работу, но мы практически сейчас с этими пайсами работаем, так же, как и классическими наркотическими веществами, то есть используя законопротивную деятельность или уголовный закон, и практически изымаем и привлекаем к ответственности. То есть продажа пайсов приравнивается к продаже, например, героин? Да, да, да. Это, конечно, это была и основная цель наша, чтобы добиться, потому что видели, что по-другому это уже невозможно было сделать, поскольку говорить об этом и искать какие-то административные меры воздействия, на них практически, как мы видели, это не давало. Никакого результата. Напомню, 9 апреля вступили в силу поправки, предусматривающие уголовную ответственность за торговлю новыми психоактивными веществами. В связи с нарушением законодательства пока задержаны 4 торговца. Им грозит до 2 лет тюрьмы, а если употребление спайсов привело к тяжелым последствиям, то до 5 лет заключения. САИМ в четверг, 24 апреля, в окончательном чтении утвердил поправки, согласно которым новый закон о строительстве вступит в силу не 1 мая, а 1 октября. Закон предусматривает создание Государственного бюро по контролю за строительством, которое будет осуществлять надзор за строительством и в предусмотренных нормативными актами случаях принимать постройки в эксплуатацию. Решение бюро можно обжаловать в соответствии с порядком, предусмотренным законом об административном процессе. В компетенции бюро будет входить контроль за строительством и перестройкой всех зданий, где ежедневно находится более 100 человек. Поправки разработаны после трагедии в Золитуде, где 21 ноября прошлого года обрушился супермаркет, похоронив под собой 54 человека. Основной версией причины обрушения считается нарушение при строительстве здания. В среду на Эспланаде стартовал красочный веломотопарад под предварительством мэра столицы Нила Ушакова и министра сообщения Андрейса Матиса. В интервью Микс ТВ градоначальник рассказал о предстоящих изменениях в развитии велоинфраструктуры Риги. В частности, по его словам, количество автостоянок в столице сократится, на их месте в Риге будут проложены велодорожки. Во многих случаях это будет связано с тем, что будут убирать места для парковок, потому что как-то приходится искать это место. Но это значит, что мы убираем велосипеды с тротуаров, потому что 80% несчастных случаев Риги это не велосипед и машина, это велосипед и пешеход. Потому что ехать по центру больше негде, и, соответственно, люди выбирают ехать по тротуарам, мы их убираем с тротуаров, соответственно, решаем проблему велосипедистов и пешеходов. На улице, естественно, когда на проезжую часть мы рисуем велополосу, это проблема определенная для автоводителей, потому что будет меньше парковочных мест, но при этом это и плюс для автоводителей. В следующем году мы продолжаем рисовать полосы по центру города. Также велополосы будут рисоваться по микрорайонам. То есть смысл в том, чтобы все микрорайоны соединить, соответственно, с центром. Официальная рижская велонеделя пройдет с 26 апреля по 4 мая. Субтитры создавал DimaTorzok